добрый день сейчас замеряю манжету нижнего поршня кофемашинки Siemens EQ3 там такой заварной блок более-менее все понятно и запчасти на него есть понятно как обслужить достаточно легко а вопрос в манжете так вот это манжета нижнего поршня чуть попозже покажу как как до нее добраться так внешний диаметр 22 внутренние 14 толщина пять с половиной миллиметров так вот так выглядит заварной блок в собранном состоянии сейчас будем разбирать и добираться до той манжетки так что делаем вот тут есть надо сначала снять красный кожух он держится на двух защелках слева и справа то есть с двух сторон то что с лицевой стороны слева приподнимаем отверточкой и тянем боковую пластинку вверх то есть отверточкой мы подаем его вглубь а рукой тянем вот так и он снимется извиняюсь вот так отверточкой придав попадаем в щель между этим язычком и пластмасс очкой вот так их раздвигаем и рукой тянем в бок снимаем с этой стороны с правой стороны тут зажимчик такой который заходит вглубь его надо аккуратно приподнимая тянуть в ту сторону то есть у меня уже вышло зацепление снимаем его снимается теперь мы получаем доступ непосредственно в заварнику чтоб сразу советовал я тут уже снял металлический зажимчик перекусывается бокорезами я бы его менял бы все таки ну то есть у некоторых получается его раздвинуть и стянуть можно так я лучше поменяю не так дорого не стоит там гривен 8 штучка что делаем выкручиваем этот саморезик после чего снимаем верхний вывод кофейный потом снимается снимаем с него трубочку вот она вот тут сняли потом снимаем верхний поршень вставляем в эту прорезь отверточку легонечко приподнимая пальцами другой руки давим поршень в ту сторону тогда он легко выходит из зацепления достается приподнимать по чуть-чуть чтоб не сломать если он вас щелкнул то уже в принципе начинает болтаться и его можно будет достать вот так шевеляя его сможем его достать легонько двигаю в разные стороны в конце концов находим в то положение в котором получится вытянуть из кожуха теперь берем монетку допустим 50 копеек что-нибудь побольше вставляем вот сюда в верхнюю прорезь и вращаем по часовой стрелке чтобы заварной блок нижний цилиндр стал соосно с этим верхним кожухом вот так как у меня сейчас пальцами поршень поднимаем вверх тогда можно будет вот эту шестерню достать у него есть прорези и эти верхние ушки верхняя нижняя ушка попадает в эту прорезь и даже надавив пальцем можно его достать запоминаем в каком положении он был снимаем эту шестереночку потом разбираем цилиндр вот тут есть на нижней части цилиндра вот такой усик его надо загнать постую плоскую отверточку между этим усиком и вот этим выступом и вращать получается по часовой стрелке можно надавливая на этот носик вот я его провернул еще немного и он в том положении да вот он дошел до конца уже когда можно раздвинуть цилиндр на две части то есть верхняя часть и нижняя начинает свободно ходить поршень в этих двух частях вот две части цилиндра вставляем в них отверточку и легонечко двигая раздвигаем нижний цилиндр на две части после чего верхняя часть снимается так теперь нам надо снять нижний поршень чтобы добраться к манжет на поршни вот есть вот эти маленькие выступы сейчас резкость наведется вот слева и справа вот они как раз топорят поршень а вот вот видите вот и поэтому надо с обеих сторон всунуть отвертку и после этого надавить поршнем вверх тогда он выскочит иду вот так все поршень у нас выходит можно его дальше протолкнуть вот у нас выпал снимаем поршень достаем моем обязательно конечно и верхнюю часть цилиндра тоже достаем вот в ней раз вот это наша волшебная манжетка запоминаем как она стояла собственно я сюда поставил манжету с еq5 bosch серии tess сейчас посмотрим что получится будет ли она уплотнять она высотой чуть чуть меньше но будет видно так не забываем прочистить верхний поршень заменить на нем уплотнитель честно говоря подходит от саека обыкновенного классического саека заварного блока резиночка приблизительно то же самое так чистим выкручиваем саморезик и чистим ситечко подним крема клапан он держится также как на кофемашинках де лонги то есть бросаем в очистку жидкость ждем и зачастую крема клапан сам разбирается там достаем чистим после чего собираем обратно в порядке сейчас установлю поршень и будем запускать так давайте запускать и пробует то что у нас получилось помол всегда рекомендую ставить на минимум какая была проблемка с кофе-машиной собственно говоря с заварным блоком то есть машина вообще не делала кофе таблетки сбрасывала кашей сейчас посмотрим что получилось может быть еще что-то надо улучшать но одежда есть то есть кофе она хотя бы готовит до этого на кофе не готовила кстати достаточно симпатичная кофе с высокой пенкой я думаю можно уже останавливать вот такой напиток получился кстати достаточно вкусный сейчас глянем на таблетку тяжело одной рукой ну тяжело признаться но таблетка у нас так и не получилось что интересно кофе аппарат варит на порядок лучше чем делал до этого но с таблеткой как-то не судьба будем конечно еще разбираться вот ну в этом видео о том как сделать обслуживание заварному блоку вернее как поменять легко уплотнение то есть можно полностью разбирать заварной блок но это очень сложно то есть достаточно потратить минут 15-20 и вы замените сальник нижнего поршня и в принципе уплотнитель верхнего как по мне так эта проблема крема клапана вот с ним будем еще разбираться спасибо за внимание